МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в основном пойдет речь о особом противопожарном режиме. Он вводится на территории Московской области с 1 мая, насколько я знаю. Давайте вспомним для начала, как в прошлом году мы прошли этот пожароопасный период. В прошлом году на территории как Московской области, так и на территории городского округа Люберцы особый противопожарный режим вводился с 30 апреля и был завершен с наступлением уже прохладного времени года, когда уже угроза возникновения природных пожаров была соединена к минимуму. Соответственно, вот этот период у нас и был особым противопожарным режимом. Ну как, не было сильных возгораний, сильных лесных пожаров? Лесных пожаров нам удалось в прошлом году избежать. Ну, наверное, благодаря той работе, которую мы проводили совместно с органами местного самоуправления, совместно с нашими лесниками, совместно с сотрудниками полиции по пресечению действий граждан, по разжиганию костров и, соответственно, разведению открытого огня в лесах. Ну вот, прошлое лето, насколько я помню, было достаточно холодным, дождливым. То есть это тоже, наверняка, сыграло свою роль. А вот верят ли пожарные спасатели синоптикам? Ожидается, что июль и июнь будут самыми жаркими месяцами. Как вот готовятся к этому наши спасатели и пожарные? Мы, пожарные, привыкли верить не приметам, не синоптикам, а именно готовиться к самому неблагоприятному. То, что будет засуха, что не будет дождей, что нам придется работать в суровых условиях, соответственно, подверженных риску именно возникновения природных, вот самое главное, это лесных пожаров. Ну вот насчет подготовки. Не так давно в округе сформировали или еще будет сформирован штаб по противопожарной безопасности на базе администрации. Вот скажите, кто входит в этот штаб и чем он будет заниматься летом? Принято решение на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности при главе городского округа Люберца Владимир Петрович Ружицком 16 апреля было заседание этой комиссии. Там была сформирована рабочая группа по патрулированию, рейдам по лесным пожароопасным участкам на территории городского округа Люберца. Соответственно, самое основное внимание этого штаба, этой рабочей группы уделяется именно профилактической работе, профилактики, возгорания в лесах, пожароопасных участках. В ее состав входят как представители органов местного самоправления, это и администрация городского округа Люберца, также входят и сотрудники отдела надзорной деятельности, также входят сотрудники 16-го отряда Федеральной противопорожной службы государственного казенного учреждения МОСОБЛ ПОРСПАС, правоохранительные органы, комитет лесного хозяйства. То есть все заинтересованные структуры, те, которые, соответственно, занимаются мероприятиями по пресечению, допущению природных пожаров. То есть это будут патрули? Или не только? Они уже начали работать, и вот эта вся работа уже началась 16 апреля, независимо от того, что особый противопожарный режим на территории городского округа еще не введен. Он будет введен с 1 мая. Я просто немножко отступлю. У нас особый противопожарный режим введен еще не был. А вот в течение апреля 2018 года у нас на территории городского округа уже произошло... Ну, то есть пожарные подразделения осуществили 26 выездов на пал сухой травы. Соответственно, благодаря принятым мерам, это и большая работа проведена с управлением ГОИЧС, администрации городского округа Люберца, отделом надзорной деятельности. Такие факты были пресечены. Соответственно, не допустили серьезных каких-то, да и вообще каких-то последствий. Они своевременно были ликвидированы. И привлечено всего 15 граждан к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности по разведению костров. Те нерадивые граждане, которые недалеко от своих приусадебных участков, недалеко от лесных массивов производили разведение костров. Что могло, конечно, привести к беде. Вы видели, апрель у нас где-то дождики, а где-то засушливо было. Травка подсохла, а зеленая еще у нас не выросла. И поэтому вот эта сухая трава, вот эта подложка, она начинала гореть. Вот понятно, что пал сухой травы – это такой бич, вот именно пиральные весны. Вы вот в начале ответа на предыдущий вопрос сказали, что будут патрули по особо тем территориям, которые считаются особо пожароопасными. Это какие территории на территории? В основном мы берем эти вот наши лесные участки. Это вот у нас два участковых лесничества на территории, которые граничат с городским округом Люберцы. Это первый у нас Малаховский участковый лесничество, Виноградовского лесхоза. И второе – это у нас Томилинское участковое лесничество, которое граничит уже по поселку Октябрьский, Мирный, ну, соответственно, Томилино. И особое внимание мы уделяем именно этим участкам, там, где недалеко находятся населенные пункты. Почему подвержены они возникновению природных пожаров? Потому что, ну, ни для кого не секрет, зачастую природный пожар происходит из-за чего? По вине человека. Человеческий фактор. То есть люди у нас, граждане, гости, а сейчас вот с приближением первомайских праздников, основная масса населения, гостей под Москвой, там, в том числе городского округа Люберцы, пойдут куда? На пикники в лес. На пикники в лес разжигать костры, жарить шашлыки. Ну, как бы, может, это с их стороны, они думают, безобидно, но это может привести к серьезным последствиям. У нас три года назад на территории Томилинского лесопарка произошел крупный пожар, куда привлекались силы Центра лесхоза для ликвидации пожара, помимо наших пожарных подразделений, те, которые ликвидируют эти пожары. Ну, соответственно, конечно же, это все произошло по вине вот таких граждан. А только ли человеческий фактор становится причиной пожаров? Или просто вот это львиная доля? Это львиная доля, но при засушливой погоде, как показывает практика, это бывает, это бывает очень редко. Даже разбитая бутылка, стекло может просто-напросто увеличить... Как лупа. Как лупа, да, увеличить нагрев сухой там мха, травы, там чего-то вот такого. Засушливые подложки, даже вот так я скажу, который может разгореться и, соответственно, начаться распространение пожаров. А вот если вспомните, то какие вот кроме таких вот оставили мусор, да, бутылку, какие-то еще причины, такие необычные возникновения пожаров можете вспомнить именно в лесах, на природе? Ну, в основном это... Мусор заставлены. Ну, люди, которые оставляют мусор, потом после себя его пытаются там сжечь, чтобы не выносить за территорию леса, на себе ничего в пакетах не нести. Ну, и, соответственно, не заливает костровища, которые оставляют после себя. Малейшие дуновые ветерка, сухая трава, и все это приводит к серьезным последствиям. Ну, вот сейчас мы вкратце сказали, как делать не надо, а как делать надо? Вот как должны люди себя вести в лесу? Особый противопожарный режим – это дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности, как и лесных фондов, там лесных участок, так и населенных пунктов, в границах этих лесных фондов, за границами его, те, которые устанавливают органы местного самоуправления. То есть, дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности, направленные на недопущение пожаров. Соответственно, они в себя включают, помимо всего прочего, еще и участие граждан в локализации пожаров. То есть, помимо того, что идет профилактика в случае возникновения пожара, мы привлекаем также и крупные предприятия жилищно-коммунального комплекса района, такие вот, как Люберецкий городской жилищный трест, Люберецкий водоканал, предприятие Люберецкая теплосеть, электросеть, ну, то есть электросетевая компания. То есть, все вот эти вот предприятия, у них имеются добровольцы, те, которые экипированы для того, чтобы могли принимать участие в тушении пожара, те, которые обучены, имеют удостоверение добровольцев и готовы в случае осложнения обстановки. А все это мы прошли в недалеком, в принципе, это было 8 лет назад, в 2010 году, когда были серьезные пожары как на территории Томилинского лесопарка, так и на территории и поселка Октябрьский. Итак, первое правило – не разводить костер в лесу. Что еще? Какие еще правила должны соблюдать во время пожароопасного периода люди? Ну, во-первых, соответственно, даже незатушенный окорок, который может быть брошен в сухую траву, в сухую подстилку, подложку, может также привести к пожару. Ну, и самое главное бич – это ни в коем случае не засорять лес, не приносить туда мусор, не бросать, потому что другие граждане, которые думают, они помогают, там, санитары, так называемые, леса, они сожгут этот мусор и будет чисто. Нет, это не так. Это может, опять же, я сказал, привести... Мусор поджигают прямо в лесах, чтобы чище было? Да могут, могут. Я не знаю, для чего это делается, но, возможно, и для этого как-то вот кто-то понимает, так это. То есть, соответственно, конечно, не засорять лес. Лес – это же и легкие Москвы, и Люберецкого городского округа, и не только. Люди летом хотят отдохнуть где-то, куда-то поехать. Вот какие территории, где можно всё-таки жарить шашлыки, скажем? Опять же, да, особый противопожарный режим. На землях общего пользования, населённых пунктов запрещается разведение костров. Любовь вида, да. Мы прекрасно всё понимаем, что так же, как на новогодние праздники, мы не можем запретить людям праздновать Новый год, нашим гражданам, жителям Подмолеберецкого городского округа, гостям. Соответственно, упорядочить нам закон позволяет. Позволяет это сделать путём постановления администрации городского округа именно установление мест, приспособленных, то есть предназначенных именно для отдыха людей. Потому что, сами понимаете, что шашлычники приходят, начинают жарить шашлыки. Одним это как бы необходимо, они там празднуют, радуются первомайским праздником. А у других граждан возникает шквал негативных эмоций. И, получается, идут постоянные жалобы на органы местного управления, на органы власти, на государственный пожарный надзор, на сотрудников пожарной охраны. Соответственно, вот этот момент надо как-то предусмотреть. И на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям этому вопросу было уделено особое внимание. И было предложено именно упорядочить те места, где граждане могут прийти спокойно, семейно отдохнуть. Также там будут прописаны те необходимые мероприятия, которые провести необходимо для того, чтобы безопасно провести пикник, для того, чтобы не испортить настроение другим гражданам. А что должно быть на этих территориях? Какие меры безопасности обеспечены? И какие-то конкретные территории в нашем округе? Ну, давайте, наверное, с прошлого года. В прошлом 2017 году у нас был ряд территорий, которые были закреплены постановлением главы городского округа Люберцы. Именно те места, где можно было спокойно отдохнуть гражданам, пожарить шашлыки, отдохнуть семьей. В 2017 году это был Наташинский парк, Большой обводенный карьер Коренева. Далее это был Малаховский парк, в Малаховке и в Малаховке Малаховское озеро. Ну, для того, чтобы обеспечить все необходимые, ну, все меры безопасности при разведении, там, при прижарении шашлыков, значит, было актуально, ну, и актуально и сейчас, наличие емкости с водой, возможно, огнетушители, и, соответственно, разжигать только уголь. Ни в коем случае не использовать дрова для того, чтобы там открытого пламени не было в этом месте. В этом году, это все было размещено в прошлом году на официальном сайте городского округа Люберца, в этом году граждане с этой информацией могут ознакомиться. Я думаю, в ближайшее время такое подобное постановление выйдет и будет где-то введен небольшое, как бы, вот нашим гражданам разрешение, небольшое для того, чтобы они могли, семьи у тех, у кого нет загородных дач, которые остаются на празднике здесь, дома встречают там гостей, они могли тоже так же культурно отдохнуть. Ну вот, кстати, о дачах. Вот частные, все-таки Малаховка и Красково, да и Таммелина тоже, это такие дачные поселки, по большей части, там есть частный сектор. Вот на личной своей территории тоже нельзя ни в коем случае разварить костер? Своим забором? Личная территория, ну, понимаете, опять же, получается, опять возвращаемся, особо противопожарный режим. Он распространяется на все. Личная территория, ну, если вне условий противопособы противопожарного режима, то можно разводить на расстоянии, там, 50 метров от строения. Особо противопожарный режим запрещает. Но, опять же, я хочу вот вернуться к тому, что мы не можем запретить гражданам, там, жарить шашлыки на своих участках. Просто хочу напомнить, что граждане сами заинтересованы в испечении своей собственной безопасности. Потому что, если они будут пренебрегать ей, то это может закончиться печально, не дай бог, и трагично, когда сгорит, там, либо это садовый домик, либо это частный дом, и когда люди останутся без крови вообще. Какие санкции предусмотрены за нарушение правил особого противопожарного режима? За нарушение правил особого противопожарного режима согласно Административного кодекса правонарушений, согласно статье 8.32 КААП, для граждан, это что касается в лесах, я сейчас вам рассказываю, для граждан страф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, и юридические лица штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Для территорий населенных пунктов вне лесов, соответственно, это статья 20.4 Кодекса административных правонарушений, для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30, и для юридических от 200 до 400 тысяч рублей. На территории лесного фонда, то есть это на территории участковых лесничеств, штрафные санкции накладывают непосредственно сами сотрудники лесного хозяйства, это участковые лесничества, они уполномочены этим. А на территории города, я еще упустил один момент, у нас же существует еще административно-техническая инспекция на территории. Соответственно, Госадмтехнадзор. Такое же имеет право, как сотрудники отдела надзорной деятельности Государства пожарного надзора, и как сотрудники правоохранительных органов полиции, также имеют право накладывать штрафные санкции на граждан, те, которые нарушают требования пожарной безопасности. Вы уже рассказывали в предыдущей части программы о том, что будут проводиться патрули по особо таким волнующим территориям в округе. Вот, скажите, пожалуйста, а что делать человеку, если он видит, как что-то горит, вот лес горит, там траву подожгли, куда звонить, куда бежать? Ну, на территории городского Кулюберца, так же, как на территории всей Московской области, действует единый телефон спасения 112, тот, который у нас находится в администрации дежурной службы 112. Но никто не отменял телефон, не 0,1 он также действует, но граждане в основном пользуются телефоном 112, потому что эта служба создана недавно практически, она молодая, но она себя оправдывает, и, соответственно, наши сотрудники полностью взаимодействуют с этой службой. В первую очередь, необходимо сообщить о пожаре. Во вторую очередь, если пожар большой, ну, соответственно, площадь горения большая, и гражданин понимает, что затушить он его не может, ему необходимо принять меры для встречи пожарных подразделений. Это для любого пожара касается, потому что, ну, в городе там найти улицу, дом, квартиру можно, да? А вот в лесу найти 33-й квартал, первый выдел, ну, вы понимаете, что для сотрудников пожарной охраны... Да, и рядовые жители сам не знают. Он говорит, вот дерево, и тут дерево. Во-первых, это заставляет определенные сложности, а во-вторых, мы упускаем время, понимаете, тоже, да? То есть то драгоценное, которое может сэкономить там, какие-то вот материальные там, дальнейшие затраты там, ресурсов, там, можно упустить так этот пожар, что мы потом опять всеми службами городского округа будем пытаться его потушить, там, ну, вот такой вопрос. Ну, и, соответственно, мы, в свою очередь, пребываем на место пожара при плотном взаимодействии с органами лесного хозяйства, с нашими лесниками. Приезжает их лесопатрульный комплекс, дальше мы принимаем меры по локализации загорания, и центр лесхоз наращивает силы для того, чтобы ликвидировать в случае осложнения обстановки. Ну, еще раз хочу сказать, не надо в некоторых случаях пытаться тушить пожар, если, конечно, это костровища дымящаяся, вылить, ну, если есть емкость с собой воды, вылить ее и, соответственно, проявить сознательность. А если это большое, большая площадь загорения, то, соответственно, ну, немедленно вызвать пожарных и обеспечить их встречу, рассказать, как на кратчайший путь движения проезда. Поверьте, у нас плотное взаимодействие с нашими участковыми лесничами, и мы в взаимодействии можем в кратчайшие сроки все это дело ликвидировать, локализовать, ликвидировать. Как готовятся перед началом особого противопожарного режима наши огнеборцы? Вот какие учения, возможно, проводятся, закупается техника, как это все сейчас? Ну, давайте, наверное, сначала с учениями. У нас 25 апреля 2018 года на территории Томилинского участкового лесничества за поселком Мирный мы провели тактика специального учения пожарного с привлечением наших лесников, сотрудников противопожарной службы, сотрудников МОСУ Булупорспаса, ну и, соответственно, сотрудников лесного хозяйства и, как я уже сказал, и сотрудников органов местного соуправления. Для того, чтобы отработать вопросы взаимодействия, то есть условный пожар произошел на делянке, угроза распространения огня на населенный пункт, соответственно, принятие мер, координация. Здесь больше, может быть, она уже такая, тренировка шла без применения сил центра лесхоза, но мы знаем именно тот механизм, который должен действовать в этом случае. Соответственно, конечно, если мы первые прибыли и потушили этот пожар, локализовали, ликвидировали, то, возможно, и силы центра лесхоза-то и не нужны, а нужен только сотрудник лесхоза, который составит документ о том, что этот пожар произошел. Частенько и такое бывает, потому что ближайшая пожарно-химическая станция, которая находится в городе Чехов, ближайшая, которая обслуживает именно подольский филиал Тавельское лесничество. Что касается сил и средств, как я уже сказал, помимо того, что в крупных предприятиях жилищно-коммунального комплекса созданы добровольные пожарные дружины, команды, те, которые принимают непосредственную часть, они обучены к тушению лесных пожаров. Мы имеем также и дополнительные средства. Нас 10-й год научил. То есть мы, помимо всего прочего, у нас есть специальные емкости, которые мы можем развернуть в любой точке леса, которая позволяет использовать их для наполнения водой. Потому что тушение пожара лесного подразумевает под собой прокладка, скорее всего, минерализованной полосы и протушивание участка ранцевыми огнетушителями. Не везде проедет пожарный автомобиль, а ногами пожарный доброволец пройдет везде. Для этого емкости эти существуют. У нас их 4 штуки. Мы их можем дозаправлять пожарными цистернами, а от них уже производить тушение с ранцевыми огнетушителями, независимо от того места в лесу, проедет туда пожарный автомобиль или нет. Ну, соответственно, конечно, мы экипированы. У нас есть еще дополнительные мотопомпы для того, чтобы в случае, если есть необходимость подачи более большого количества воды, мы их тоже используем. Они существуют, имеются так же, как и в областной составляющей. Это в МОСОБОЛПОЖСКЛАС в Люберецком территориальном управлении силами средствами в 232-й, пожарно-спасательной части в 303-й, в 231-й. Также они имеются у нас и в Центральной 27-й пожарно-спасательной части. То есть с их применением мы также можем, не прокладывая дороги для пожарного автомобиля, там, к горячему участку, можем в кратчайшие сроки проложить от этой емкости рукавную линию, так называемую, и приступить к тушению пожара. Ну, соответственно, конечно, бензопилы. Благодаря, вот опять же, я хотел сказать о заботе органов местного управления, это городского округа Люберца, вот у нас в 27-й части имеется все необходимое для того, чтобы мы могли принимать участие, там, ликвидировать, сокращающие сроки пожара. Это вот, я еще раз говорю, в областной и в федеральной составляющей, в субъектов и в федеральной. Павел Юрьевич, ну, немного времени у нас остается. Вкратце последний вопрос. Вот до какого числа ожидается пожароопасность периода? Как таковой даты окончания пожароопасного периода, конечно, нет. Все зависит от тех погодных условий, которые будут складываться на территории Подмосковья и, соответственно, городского округа. В случае понижения температуры, соответственно, и снижения риска до нуля практически, порой так и происходит. То есть пока риск возникновения природных пожаров не снизится до нуля, его никто не снимет. Ну, в среднем это октябрь, по-моему, месяц? Конец октября и начало ноября. Все зависит от тех погодных, еще раз говорю, условий, фактических, не те, которые нам синоптики предсказывают, а, соответственно, фактические, которые складываются. Павел Ильич, ну давайте закончим, наверное, на позитивной все-таки ноте. Я знаю, что апрель месяц – это такой юбилейный, очень праздничный месяц для пожарной службы. Расскажите, пожалуйста, вот какие юбилейные даты, знаю, что День пожарной охраны отмечается 30-го числа? Дело в том, что, наверное, все-таки в первую очередь хотелось поздравить, наверное, ветеранов противопожарной службы, которые 17 апреля 2018 года отпраздновали 100-летний юбилей создания советской пожарной охраны. От всей души я их поздравляю всех, пожелать хочу крепкого здоровья, счастья, благополучия. Ну а что касается российской пожарной охраны, то 30 апреля 2018 года исполняется 369-й годовщина со дня образования пожарной охраны. В 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал наказ о городском благочине, что он в себя включал. Это первые в Российской Федерации, в России, виноват, да, в России, первые в России пожарные дозоры, которые были предназначены не только для тушения пожаров, но также для надзора за соблюдением существующих на тот период времени норм и правил пожарной безопасности, так называемые. Ну и хотел, конечно же, поздравить всех сотрудников, работников противопожарной службы тоже с этой замечательной датой. Как правило, в майские праздники мы уходим, на 1 мая мы работаем, у нас начинаются трудовые будни, но хотелось еще раз коллектив пожарных, и не только Люберецкого городского округа, а всех, кто смотрит телевидение, поздравить с этим замечательным праздником. Павел Юрьевич, спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог», напоминаю, у нас в гостях был Павел Иванов, начальник Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона Московской области. На этом мы завершаем нашу программу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова